Сегодня коррупция рассматривается как глобальная проблема нашего государства. Бытовая коррупция, непрозрачность бюджетных процессов и закупок, административные барьеры, коррупционные риски в судах и правоохранительных органов – это лишь малая часть имеющихся проблем. Для их решения правительством был представлен проект «Концепция антикоррупционной политики на ближайшие пять лет». Презентация проекта состоялась накануне в областном Акимате. У нас есть статья о получении незаконного вознаграждения. По сути, она на сегодняшний день не рабочая. Любая взятка, неважно, кому она адресована, уже является коррупцией. Потому 247-ю статью Уголовного кодекса необходимо активизировать. Новой концепцией предлагается регулирование лоббистской деятельности, а также принятие кодекса этики депутатов, повышение заработной платы госслужащих, расширение социального пакета, предусмотреть возможность получения дополнительных доходов и, соответственно, внедрить обратный механизм, когда чиновники будут лишаться благ и привилегий в случае совершения коррупционных правонарушений. В целом, в бюджетировании предлагается перейти от финансовых сроков к проекту. Это позволит исключить поспешное подписание эффективных актов работы в конце календарного года, порождая большое количество проблемских ошибок, нежели чем умышленные коррупционные действия. Вы сами знаете, у нас есть преусловутое неосвоение, за которое нас всех бьют. Те, кто курирует финансы, те, кто занимается реализацией проекта, кто это знает. Мы это реально понимаем и идем к тому, чтобы вот этот вопрос достаточно правильно урегулировать. Почему? Потому что здесь действительно зачастую речь идет о управленческих ошибках, а не коррупции, как такого, о чем говорит и глава государства. О том, что необходимо делить понятие управленческой ошибки и понятие коррупции. Не остались без внимания и вопросы незаконного обогащения за счет государственных денег, добытых преступным путем, которые обеспечивают дальнейшую жизнь коррупционеров. Благодаря системе Integrity Check будут выявлены недобропорядочные сотрудники. Есть определенная система управления рисками, по которой определяется определенный круг рисковых сотрудников, которым санкционирование руководства предлагается, грубо говоря, взятка. Официально через соответствующих лиц. Если данное лицо соглашается на эту взятку, соответственно, уголовного дела нет, потому что как такого взятки нет, но данное лицо увольняется с правооправедренной службы по отрицательным мотивам без правовства умения государства. Я же тоже сталкиваюсь с каждым руководителем, работаем. Никто не хочет на себя брать ответственность. Все понимают, что инициатива наказуема. Как бы эта заверживая фраза банально не звучала, но, к сожалению, она сегодня продолжает у нас работать. Поэтому вот эта именно концепция, как вы говорите, что отделить умысел человека от ошибки, которую он непредомерно совершил, я думаю, это очень важно. Что люди могли знать, что если он совершил ошибку, ничего страшного, он понесет за наказание, но совсем в другой плоскости. Кроме того, будут приняты меры по улучшению механизмов сообщения о коррупции и защите лиц, сообщивших о фактах взяточничества. В свою очередь общественники выразили поддержку и одобрение проекта. Концепция носит комплексный масштабный характер, учитывает международный опыт. Надо сказать, что впервые очень многие аспекты, которые ранее в антикоррупционной стратегии были, освещены и раскрыты в этой сегодняшней концепции. Отметим, проект антикоррупционной политики пока не вступил в свою законную силу. В настоящее время он находится только на стадии рассмотрения.